Раз, раз, это проверка как меня слышно Всё нормально, брат, майк нормально пишет Привет персонажи Душа хип-хопа, красиво на музыку ляжу Вам покажем Ты чего стоит, ведь выбор немаловажен Всем привет, это рубрика Кинолента Рубрика о кино и про кино В которой я рассказывал о новинках отечественного и зарубежного кинопроката в России И сегодня речь пойдёт об одной из главных премьер зимы 2017 года, приключенческом фантастическом боевике, основанной на одноимённой игре Assassin's Creed, и это фильм. Честно, мне пришлось на этот фильм просто бежать, потому что автобус, на котором я ехал в кинотеатр, попал в пробку. Это кино я ждал после выхода, после того, как увидел уже рекламный трейлер. Сам по себе я не то чтобы такой большой фанат игры, мне она нравится, но не до одурения. В целом, франшиза-то неплохая и задумка очень хорошая, но тем не менее, кино, обо всём по порядку. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. Сюжет киноленты повествует о корпорации Абстерга, которая, создав технологию, высвобождающую генетическую память, с помощью наследников ассасинов пытается найти яблоко Эдема. Главный герой переживает приключения своего давнего предка Агилара. Фильм идёт как сюжет двухлинейный, то есть «Наше время» 2016 год и «Испанская инквизиция» 2015 век. Актёр и главную роль в фильме сыграл актёр Майкл Фассбендер, известный нам по роли Магнета в фильмах о людях Икс. Также он снимался в «300 спартанцев», «Прометея» и во многих других фильмах. Кроме того, Фассбендер является одним из продюсеров «Кредо-убийцы». Главную женскую роль исполнила французская актриса Марион Котиар, известная по фильмам «Такси». Декорации и костюмы. Фильм снимался в павильонах студии «Пайн Вуд» в Лондоне. Само здание помещения «Абстерго Индестриз» выглядит действительно впечатляюще. Но, конечно же, лучше всего выглядят декорации и архитектуры, когда показывают Испанию 15 века. Это вообще здорово, конечно, смотрится. Съёмки проходили на Мальте, в столице Валетта. И в Испании. Кстати, на Мальте в массовке участвовали 900 человек в костюмах 15 века. Всё очень красиво. В общем, в трёх словах это... Красота-то какая! Это так! Отдельно хочется отметить костюмы ассасинов. В частности, у главного героя костюм был спроектирован и сшит специально для фильма. Вообще, насколько я помню, по данным было сшито 11 костюмов. Он не является копией костюма, взятого у какого-нибудь героя из Ассасин Скрит. Но, тем не менее, он похож на костюм Эдварда Кенуэя из Ассасин Скрит Блэк Флаг. Так вот. Ещё один момент. Это то, что на пошив костюма ушло 3 месяца. На создание, проектировку и шитьё. Главная проблема перед костюмерами, это было капюшон. Нужно было сделать капюшон таким, чтобы он при прыжках, при беге, при драках не сползал и не слетал. Мне кажется, была проделана очень большая работа и всё сделано действительно на совесть. Музыка. Тут особо прислушиваться-то не к чему. Потому что саундтрек, он очень неплохой. Там есть и рок, и эпик, и несколько таких фольклорных, как мне кажется, испанских мотивов. Спецэффекты и трюки. Наверное, единственное, чем компьютерным игрокам запомнились серии Assassin's Creed, это подвижностью и акробатической виртуозностью героя. Прыжки, сайта, фляги, разные единоборства, ну и главное, прыжок веры. Как же без него? В фильме это тоже есть. Его исполнил каскадёр Дэмиан Уолтерс с высоты около 40 метров. Одно из самых высоких падений, выполняемых каскадёром за последние 35 лет. Три, два, пошёл! Это лучший момент, когда ты встаёшь на ноги, понимаешь? Я в порядке, да. В погоне, падении, драке, всё это присутствует в фильме. Детально представленные технологии Абстерга, в частности, сам Анимус. То есть, очень красиво всё сделано, так очень качественно. Итог. Фильм Кредо-убийцы по большей части получил, конечно, негативные отзывы, так как люди ожидали экранизации какой-либо из частей игр. Абстерга, не совсем я понимаю, конечно, такую позицию. Вы вспомните знаменитый... Сколько визгу было после выхода этого фильма на экране. А в фильме, собственно, особенного-то я ничего и не увидел. Драки, классные костюмы, красивые. Но сюжет очень примитивный. Или взять тот же Обитель зла, первую часть. Там тоже сценарий толком не был сопряжён с сюжетами игр Resident Evil. Но люди именно по первым частям очень фанатеют. На мой взгляд, в целом, фильм Кредо-убийцы получился довольно-таки неплохим. Наверное, потому что я в основном глазел на декорации, на спецэффекты, на компьютерную графику, на костюмы, нежели следил за сюжетом. Но там тоже есть такие повороты, события неожиданные. Мне кажется, фильм понравится тем, кто вообще не играл ни в одну из игр серии Assassin's Creed и вообще не знает, кто такие ассасины. Моя оценка фильма 7 из 10, так как сейчас пошла такая мода делать такие неожиданные или туманные концовки. И фильм не полностью ответил на мои вопросы. То есть он чуть-чуть не оправдал ожидания. Тем не менее, я не пожалел, что сходил в кино, хоть и ходил я не в 3D. Я представляю, как он классно смотрится в IMAX 3D. Наверное, просто потрясно. Особенно бега дня по испанским улицам. Поначалу хронометраж фильма планировался 2,5 часа. В итоге фильм вышел чуть меньше 2 часов по продолжительности. Кино, честно, вообще не нудное. Там нет бессмысленно молчаливых сцен. Там это все как бы сведено к минимуму. Ограничение 16+. Премьера российская сегодня, 5 января, и продлится где-то недели 2-3 точно. Единственное вот еще, что хочется отметить, это... Очень не хотелось бы, чтобы кредо-убийцы в дальнейшем пошла как ежегодная франшиза. Типа, ну вот этой вот нашей дичи-то, как ее там называются, эти елки. Я вот и не понимаю, как вот такое вот еще люди переваривают. Я понимаю, что сейчас я многих обижу, но тем не менее, елки... Брехня. Кредо-убийцы. Гениально. И на этой позитивной ноте, я думаю, стоит закончить данный выпуск киноленты. Это был обзор фильма «Кредо-убийцы» с Майклом Фассбендером в главной роли. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok